В этом зале и вообще в этих частных покоях, которые были резиденции герцогинь Савойской династии, мы можем увидеть, как сменялось время, как приходили новые эпохи. И самое интересное, что нас окружают стены эклектичного дворца, дворца, в котором слились воедино разные эпохи. Ну вот мы с вами пребываем прямо внутри дворца и можем немного себе представить герцогам или герцогиней, которые управляли этим регионом на протяжении нескольких столетий. Уголок Европы множеством сверкающих жемчужин. Красивые озера, богатые плодородные земли, грозные вулканы и заснеженные Альпы. Край не похожий ни на какой другой. Затерянный во времени и окутанный саваном воспоминаний. Здесь рождалась история. Мы отправляемся на север Италии, в место, где пересечение времен заставит вас замедлить шаг и узнать неизведанное. Пьяца Костелло. Это место, которое по-настоящему является светским и историческим центром Турина. Пьяца Костелло. Самый центр Турина. Место притяжения тысяч туристов. Сосредоточие красивейших дворцов. Точка, где сходится прошлое и настоящее. Отсюда мы и начнем наше путешествие сегодня. В этом дворце за этим прекрасным баракальным фасадом скрывается несколько памятников. Во-первых, этот фасад закрывает от нашего взора, но его можно увидеть сбоку или сзади. Древние античные ворота. Ворота римской эпохи, которые впускали сюда и выпускали жителей и посетителей города с запада на восток. Также в средние века к нему пристроили основной корпус и башни. Вы видите сейчас одну из башен сзади. И этот период постройки относился примерно к XIII-XIV столетиям вплоть до XVI века. Здесь располагались резиденции герцогов Савойских, когда Турин стал центром интереса этой герцогской фамилии, которая со временем привела раздробленную Италию к объединенному королевству. И со времени XVI столетия династия стала строить для себя отдельный королевский дворец. И это удивительное, интересное здание приобретает свой современный облик благодаря построенному нарядному фасаду и отданному для того, чтобы герцоги Несовойской династии также блистали и имели возможность управлять этим регионом. Площадь была спроектирована в конце XVI века архитектором Асканио Витоци. Здесь расположены самые главные и важные здания города. О красоте внутреннего убранства этой церкви ходят легенды. И еще больше интересных фактов связаны с ее строительством. Но с ними мы познакомим вас чуть позже, а пока продолжаем. К пьяце Костелло примыкают четыре основных улицы Турина. Среди них Виа Рома, которая берет свое начало от церкви Гранд Мадре де Дио и пролегает через реку По. Виа Гарибальде, длина которой составляет 963 метра. Пьяце Костелло или Замковая площадь. Здесь установлены три больших памятника. Первый. Рыцарю Италии. Памятник посланнику Сардинской армии. Его установили перед дворцом Мадама в 1859 году, перед началом Второй войны за независимость. Памятник генералу, герцогу Эммануэле Филиберто. Он расположился позади дворца Мадама. Здесь красуется главное здание города. А в центре находится прекрасный палаццо Мадама, известный также как дворец двух фасадов. Ну вот мы с вами пребываем прямо внутри дворца и можем немного себе представить герцогам или герцогиней, которые управляли этим регионом на протяжении нескольких столетий. Что интересно, что здесь действительно интимные такие личные детали. Вот за этой открытой дверью мы можем подойти и увидеть маленькую часовню, маленькую молитвенную комнату, где находилось распятие, которое сейчас представлено на выставке внизу. Вот такие частные и в то же время великолепные покои в дворце, который находится в самом центре, в самом сердце Турина. История палаца Мадама начинается в 13-м столетии, когда на месте старых городских ворот возвели крепость. Спустя сто лет форт расширили, придали прямоугольную форму, обустроили внутренний двор. Так появились четыре угловые башни и крытая галерея. До конца 15-го столетия замок принадлежал роду Акая, младшая ветвь Савойской династии. Когда род Акая прекратил свое существование, представители дома Савои использовали достопримечательность в качестве гостевого дома. Например, тут останавливался король Франции Карл VIII. Во время похода против Неаполитанского королевства также в замке устраивали торжественные мероприятия, в ходе которых выставляли на обозрение Туринскую плащаницу. Почему же палаца Мадама носит такое интересное имя? Названию замок обязан двум именитым обитательницам, которые жили здесь в свое время. В начале XVII веке тут поселилась Мария Кристина Бурбон-Французская, по приказу которой замок реконструировали. Спустя 60 лет здесь жила Мария Жанна Савой-Анемуру. Она-то и наделила дворец таким именем. Это очень интересный момент в истории Италии. Две парижанки оказались во главе такого крупного города, как Турин. В этом зале и вообще в этих частных покоях, которые были резиденцией герцогинь Савойской династии, мы можем увидеть, как сменялось время, как приходили новые эпохи. И именно герцогини Савойские нарушали традицию главенствования управления только мужчин. Именно поэтому этот дворец вообще называется Дворцом Мадам. Женским дворцом. И это был приемный зал, где проходили праздники, где проходили праздничные торжественные встречи. И когда эпоха правления Савойской династии закончилась, перед нами открывается следующий зал. Следующий зал, который стал залом Сената, залом политики, первым торжественным залом Объединенной Италии в конце XIX века. Италия из разрозненных княжеств стала единой страной под управлением короля Витория Эммануэля II. Проходя из комнаты в комнату, из зала в зал, мы как будто переходим из одной эпохи в другую. И мы видим, как эти стены, гул, высота, масштаб отражают дух эпохи, время эпохи. Вы можете совершать такое путешествие во времени с нами и в этой программе, и посетив ту. Мария Жанна пригласила лучших художников для реставрации здания, которое герцогиня хотела превратить в роскошный королевский дворец. Художник Доминика Гуидебона стал бесспорным героем, который украсил залы на первом этаже Палаца Мадама, известных как Залы Гуидебона, Палата Мадамы Реали, китайский кабинет и южная веранда. Герцогиня также попросила легендарного архитектора Филиппа Ювара спроектировать новый дворец в стиле барокко в белом камне. Но работы остановились в 1721 году, после того, как была завершена только передняя часть. Этот величественный зал, конечно, должен был отражать славу и гордость той фамилии, которая создала этот дворец, преобразовала его в славу Савойского дома. И внимание, конечно, привлекают эти группы скульптур на втором ярусе. Парные скульптуры означают каждый из регионов, который находился в управлении, в подчинении Савойской фамилии. Мы их посчитали, их 12 регионов. И мы можем видеть, что Савойская династия была очень могущественной, очень богатой. Наверху ее земли простирались далеко даже за пределы Италии. Ей принадлежали земли во Франции нынешней и в Австро-Венгрии. И мы видим также на углах этого величественного зала герб Савойской династии, серебряный крест на красном фоне. Позднее дворец начал использоваться в разных назначениях. В одно время в нем располагалась штаб-квартира французского правительства во время наполеоновских войн. Позднее, в 19-м столетии, король Карло Альберто выбрал его в качестве места для королевской картинной галереи. С 1934 года здесь разместился городской музей древнего искусства. У нас сейчас есть возможность, благодаря нашему замечательному проводнику во дворце Мадама, палацца Мадама, увидеть все секреты, все тайны, все сокровища буквально за 5-15 минут вместе с директором этого музея Гуида Курта. Он покажет нам и расскажет самое замечательное, самое интересное. Спасибо. Палацца Мадама – один из самых интересных объектов культуры города Турина и всей Италии. Палацца Мадама – это дворцовый комплекс, расположенный в центре Турина на месте древнеримского лагеря с использованием укреплений того времени. Он насчитывает двухтысячелетнюю историю. Обратите внимание на полы, они относятся к средневековому периоду. Стены и своды были воздвигнуты в эпоху Возрождения. Этот дворец рассказывает нам историю города Турина, начиная с древних времен Римской империи. В какой-то степени можно сказать, что мы с вами находимся в музее, посвященном истории нашего города. Давайте вместе отправимся в это увлекательное путешествие. Здесь вы видите средневековые хоры, привезенные к нам из католического монастыря, расположенного неподалеку от Турина. Если захотите прогуляться по окрестностям Турина, обязательно уделите внимание древним монастырям. Эти монастырские хоры относятся к периоду поздней готики. В следующем зале вы также можете видеть экспонаты нашего музея, относящиеся к периоду Средневековья. Здесь находится очень древний, имеющий очень большую культурную и историческую ценность сундук. Он оценивается искусствоведами в сумму 3 миллиарда евро. Представляете? Сейчас мы с вами подойдем к центральному экспонату этой выставки. Можно даже сказать, что это наша Джаконда. Картина кисти Антонелла да Массина. Это портрет, на котором изображен сицилийский аристократ, явно представитель привилегированного класса. Это очень яркий портрет. Отсюда открывается наилучший ракурс для любования этой картины. Складывается ощущение, что человек на портрете смотрит на нас, и, возможно, он очень коварен. Я шучу, конечно же. Предлагаю вам пройти теперь дальше. В музее античного искусства, который сейчас располагается во дворе Мадама, собрана прекрасная коллекция произведений античности, средневековья и возрождения. Особый интерес представляют экспозиции изделий из драгоценных камней и слоновой кости. Коллекция керамики. Тут выставлены произведения известных художников разных эпох. Здесь вы можете увидеть фарфоровые изделия, очень известных мануфактур, выполненных в стиле барокко или рококо. Все, что вы здесь видите, это фарфор. Все экспонаты очень ценные. Вот эти изделия были произведены ему. Мне бы не хотелось проводить вам долгую и нудную лекцию, потому что мы не будем останавливаться у каждого стенда. А вот те изделия были привезены из Абруцца, центра Италии. А вот эти из Турина. А вон те тоже, они из Турина. Весь этот стенд. Справа от нас это фарфор из Неаполя. Слева фарфор из Вены, из Австрии. По центру вы видите прекрасную скульптуру, также выполненную из фарфора. Великолепная работа. Мы можем пройти дальше. Здесь выставлен фарфор из Китая и из других азиатских стран. Они все очень красивые, не так ли? Теперь мы с вами отправимся в зал, посвященный взделиям из стекла. У нас представлены не только старинные, но и древние экспонаты. Например, стеклянная посуда из Древнего Египта, Греции, а также Римской империи. Далее мы с вами переходим к эпохе барокко. У нас прекрасная коллекция барочного стекла. Это мои любимые экспонаты этой выставки. Они просто бесподобны. Посмотрите, они очень изящны, несмотря на их внушительные размеры. Музей огибает главный зал, зал Сената, откуда ведет лестница знаменитого архитектора Филиппа Ювара, которую он построил в 1718 году, и которая по праву считается одной из самых красивых лестниц в Европе и может посоперничать даже с лестницей в Эрмитаже. В небольшой и уютной галерее можно увидеть семейные портреты хозяек этого дворца. Вторая из них – Мария Жанна Савойская, безвременно потерявшая сына и мужа. Потому ей пришлось взять на себя управление целым городом. Здесь находятся прекрасные картины Караваджеско. И Караваджо, хотя его манера живописи похожа на Караваджо. Действительно, это так. Да, стиль похож, вы правы, он писал в том же стиле. Эта картина просто великолепна. Бедняки склонились над младенцем Иисусом. Очень интересный момент запечатлен на полотне. Бог был рожден среди бедных людей, а не среди знати или королей. Очень интересная тематика, и выполнена тоже очень внушительно. А здесь вы можете увидеть другую интересную работу, выполненную полностью из слоновой кости. Представлена сцена суда Соломона, когда он разрешил спор двух женщин. Это библейская история. Слева вы видите картину, на которой художник изобразил ту же историю. Эта скульптура была привезена к нам с севера Италии. Художник выполнил ее неподалеку от Австрии в 1743 году. Королевский дворец — одна из самых важных построек в Пьемонте, которая являлась своего рода театром военных действий политики Савойской династии. Дворец возводили с конца XVI века до начала XVII века. И во многом благодаря своей уникальной архитектуре он стал одной из главных доминант исторического центра Турина. Интересно, что Иисус, когда молился, поднимался на высокие места земли. Точно так же поступали и правители герцогса Савойского, правители Савойской династии. И в их королевских дворцах непременно присутствуют башни, места, откуда они могут обозревать свои владения. И мы сейчас с вами отсюда можем увидеть и площади, которые образуют центр сердца города. Мы можем увидеть королевский дворец. Палаццо Мадама был построен на том месте, где когда-то находились древнеримские ворота Декумана. В средние века здесь выросла крепость, которая защищала город. А потом разместилась королевская резиденция младшей ветви Савойского дома. Фасад дворца выполнен в стиле барокко, а тыльная сторона здания сохраняет облик мрачного средневекового замка, который она приобрела в 15 веке, с круглыми башнями по углам, вверху которых видны бойницы. Во дворе дворца можно увидеть руины римских ворот, а также посетить королевские сады. А мы сейчас спустились к самому основанию, можно сказать, к фундаменту этого дворца. И здесь находится так называемый садик принцесс. Здесь мы видим то, что окружало людей. И самое интересное, что нас окружают стены эклектичного дворца. Дворца, в котором слились воедино разные эпохи. Перед нами средневековая стена, средневековая часть и башни, которые были пристроены. Вот этот темный кирпич и эти аркадные окна – это окна эпохи 14-16 столетий. Мы видим вот там справа высоко башню, парную башню римских ворот, которые также были встроены в этот дворец. А к башням и к средневековой стене примыкает уже фасад в стиле барокко, который был построен в 18 веке. В настоящее время в палаце расположен также музей древнего искусства, в котором можно увидеть античные скульптуры, картины, фарфор, а также остатки римских развалин, которые свидетельствуют о том, насколько уникальными были постройки и сооружения тех времен. Прямо подо мной, под этим стеклянным полом, мы можем увидеть древнюю дорогу, мощеную римлянами или римскими солдатами. Может быть, рабы участвовали в этом во всем. Это была одна из главных поперечных улиц города. Римские города строились по плану, где одна ось дороги, и главная улица вела с севера на юг, а другая улица, вот эта улица, она вела с запада на восток. И прямо внутри здания, вот сейчас мы видим стены римских ворот, точно такие же ворота, которые мы могли увидеть снаружи, с которыми мы сделали одну программу. Находятся внутри дворца Мадам. Это восточные ворота города. Чтобы в полной мере насладиться красотами палаца Мадама, не хватит и дня. В разное время дом Савойской династии являлся резиденцией правительства, суда, парламента. Но во все времена он был и остается гордостью цветущей Италии. Мы видим, что с приходом и переносом центра интереса, с переносом столицы Савойской династии в Турин, герцоги заказали по генеральному плану архитектурный облик в воссоздании и построении этой площади. И в центре этой площади находится здание, где сейчас размещается дворец управления этим регионом. А слева вы можете пройти по одной из самых старых улиц в мире. Улицы, которая берет свое начало со времен античного Рима. Центр Турина представляет собой открытую книгу истории. Королевские палацы, музеи и даже кофейни хранят в своих стенах множество легенд, удивительных историй. Но и не только они. В следующих выпусках мы посетим Египетский музей, богатая коллекция которого поражает воображение и открывает удивительные факты жизни Моисея. А музей автомобилей Турина отправит нас на машине времени в XIX век. Мы увидим, как с помощью мастерских и некогда небольших заводов Турин превратился в хедлайнера автопрома и прославился на весь мир. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok